всем привет дорогие друзья вы на канале пока шеварима это значит что что-то вкусное сейчас произойдет а произойдет сегодня вариация на тему шаурмы я решил пофантазировать и приготовить гавайскую шаурму с гавайским такими фишечками естественно основная гавайская фишка это ребята ананас это шаурма будет с ананасом но конечно выводы сделаем уже в конце когда попробую для своей сегодняшней шавухи я взял только куриные бедра ребята эксклюзив никакой куриной грудки все только самое офигенное так я хотел сказать обработаем бедра да тут особо чё тут какие-то жилки убрать хрящи если они есть может быть лишний жир срезать вот этот вот я не знаю любите его не любите я покупаю филешки чтобы не заморачиваться бедрышки я слегка под барину и пока будем заниматься там всякими соусами я хочу чтобы замариновались бедра я для этого добавляю соевый соус немного рисового уксуса и ложку горчицы все пускай бедра маринуется займемся другими делами спонсор сегодняшнего выпуска новый электрический гриль от компании юнит 32 модель он нам сегодня и поможет сделать офигенную шавуху приготовить ананас и приготовить болгарский перец который будет внутри шаурмы ребята клёвая штука давайте покажу чего с ней можно делать первая приколюха это то что можно его сделать смотрите как раз и у вас целая большая жарочная поверхность мы используем этот функционал и безусловно функционал запекания шаурма у нас пузатенькая соответственно нам надо будет немножко отрегулировать высоту и наклон верхней жарочной поверхности да как нам это будет угодно на любой высоте и под запекать уже как хотим в комплекте две жарочные поверхности гриль с полосочками и плоская меняются они очень просто одним нажатием кнопочки раз сняли вторую поставили точно так же и мыть кстати о мытье в комплекте идет вот такой вот скребок отличный для того чтобы очищать гриль если что-то пригорело хотя поверхность антипригарочная поэтому ну не так часто он может пригодиться интуитивно понятное управление две ручки 1 отвечает за температуру максимально 230 градусов ну и там меньше если хотите устанавливайте и ручка таймера обратного отсчета пожалуйста насколько надо настолько включите после этого он пропищит удобный лоток для того чтобы слить лишний жир какую-то жидкость которая стекла с продуктов раз и все заподлицо друзья ссылочка для того чтобы приобрести этот агрегат будет в описании к видео купить можно эксклюзивно в м-видео сейчас в любом им видео этот аппарат представлен пожалуйста ссылка в описании покупайте пользуйтесь аппарат функциональный аппарат просто в использовании хорошо чистится и в общем все что надо все что надо нам любителям шоурум в том числе гавайской давайте продолжим чё у нас там ананас следующий кто проживает на дне океана вот короче говоря ананас покупаем я вот так безбожно покупайте хороший ананасу чтобы хороший ананас был надо чтобы вот этот хвостик шатался это значит что ананас спелый как в нашем случае отличный ананасик я нарезаю ананас на шайбочки ровно в таком виде я его и буду обжаривать да я буду обжаривать ананас в гавайской шавухе у меня еще будет перец я его терять чаю не как обычно вышкребаю внутренности и буду нарезать на вот такие вот шайбочки не так удобнее будет его поджарить опять-таки свежий огурчик это обязательно огурец я буду нарезать на пластинке предварительно я удалю наверное внутренности вот так вот ложкой все очень просто делается так чтобы похрустеть также поступает со второй половиной огурчик готов маринованные огурчики обязательно обязательно дайте место безусловно в шаурме крайне важно мясо нужно быть вкусно и нужно быть пожарено и желательно даже при жареное чтобы прям вот вот этот вот запекшийся белочек был но еще важнее в шаурме это соусы и я долго думал какой соус надо сделать гавайскую шурму думал может что-то с манго замутить там что-то может быть карри но потом понял что лучше все подойдет соус под названием медовая горчица курица горчица ананас и как-то это все сходится давайте сделаем такой соус у меня обычный майонез и обычная русская горчица и обычно пропорции чуть другие то есть горчицы больше чем майонеза но в данном случае я делаю так как делаю естественно медик но медовая же горчица все это отлично подойдет сюда же добавляем обычный кетчуп черный перчик и немного уксуса для кислинки я добавляю рисовый но вы можете добавить в принципе яблочный какой угодно виноградный и так далее все перемешиваем и в принципе соус-то наш готов да ему конечно дать время настояться такой майонезный китчу нэс да ребята отвечаю вкусно будет отлично отлично и он будет держаться никуда не денется так ну что давайте сделаем из нашего юнита жарочную поверхность я врублю на максималочку 230 градусов пускай разогревается а мы пока доделаем чуть-чуть овощи я вот здесь сложу я сюда складывать то что у меня будет обжариваться вот для первой порции достаточно я немного растительным маслом сбрызгиваю ананасы и овощи я специально застелил вот этой штукой чтобы не сильно заляпать стол оп выкладываем обжариваться вот здесь у нас будет лучок с этой стороны все обжарим до мягкости до золотистых полосочек все как надо я уже переверну на другую сторону хотя еще и можно подержать с луком все еще проще мои чупа-чупсы позволяют мне это делать крайне легко еще немножечко переверну на разик все снимаем мне кажется достаточно все прекрасно овощи у нас готовы мы их еще нарежем чуть позже а сейчас займемся курицей она промариновалась курочка прекрасна ее надо просушить и обжарить вы конечно просушиваете на бумажных полотенцах меня нету поэтому я использую такое обычное чистое полотенце я лишнюю влагу убираю просто чтобы курица не варилась на этот раз на этот раз я смажу сам гриль тоже законом не запрещено и выложим жариться бедра чтобы ускорить процесс я закрою гриль ну что опа смотрите подзажарилось все как надо можно снимать учитывая что мы жарили с двух сторон процесс прошел ровно в два раза быстрее вы можете назвать это подгорелостью как хотите не вопрос можете пожарить поменьше но вот мне нравится именно так давайте теперь измельчим все что мы подготовили это курица да вот так вот курочка пошла вот отлично давай пока складываем давайте овощи тоже порежем как нам удобно эти прекрасные подгриленные овощи я очень мелко не буду вот такие вот кусочки классные болгарский перец просто я думаю пополам и будем выкладывать прямо вот такими такими кусками длинными ну и ананасик вернем фрукты и овощи домой а так вот они сходили в командировку съездили и стали гораздо вкуснее чем были до этого осталось дело за малым ребята нарежем пекинской капусты и соберем шаву и ее вкусненько подрумянем на гриле так лавашек я надеюсь этот не подведет как в прошлом ролике многие помнят да этот ужасный лаваш так 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 смотри какой нифига себе длинный так я буду делать вот такого размера листочки первое это естественно соус наша аля медовая горчица и пошла вкуснятина мяско вкусный ананасик болгарский перец вкусный лучок поджаренный под запеченный ну свежий огурец всегда хорошо равно как и немножко маринованного усугубляем все это соусом я тут соуса кладу меньше чем в обычную шавуху потому что тут очень сочные ингредиенты сами по себе и перец и как вы понимаете ананас все это чертовски сочно и наша задача теперь свернуть этот хороший лаваш нервущийся вот так вот раз делаем вторую я подрегулирую высоту я думаю что вот так вот будет приблизительно нормально ох блин рубашка застряла чуть не сгорела на работе так вот так вот и все дело за малым сейчас сделаем красиво накрываем блин еще повыше сделаем о все пускай полосочки вырисовываются о ну че все подрумянилась шавушка то наша закинем следующее так что-то подрасхлябанный какой-то у меня лавашек а эти похудее у меня получились смотри Виталия зажлобил короче ладно че у нас с этими шавами давай посмотрим ну во первых все отлично симпотно вышло все хрустященько все как мы любим гавайская шава гавайская шурма и вторая порция тоже готова ладно давай попробуем пахнет все вкусно пахнет вкусно вот эти сладкие ароматы я не знаю как это связано с гавайями я там никогда не был поэтому название тут у нас так принято вон пицца гавайская бургер гавайский везде ананасы добавляют почему в шаву не добавить давай попробуем интрига я такого не делал первый раз блин ну довольно интересный вкус слушай ну фиг знает шава не шава хованский бы может и не понял но блин вкус интересный вот этот карамелизированный ананас болгарский перец они сочность дают сладость дают и это клево ну помимо того что курочка сама по себе вкусная прям тоже такая схрустная ну вы видели да вы это все уже написали комментарии про то что сгоревшая курица нет курочка вот мне нравится она с хрустинками она клевая то есть я не угольковые хрустинки а вот именно поджаренный белочек вот это мне очень нравится короче я сейчас еще пробую я пока не готов и лучок сладенький ну то есть тут довольно много сладких ингредиентов она получается не приторно сладкая она получается сладенькой сладенькой такой знаешь то есть ну нет прям акцента что тут она на сладкий вот это очень необычный вкус нравится или не нравится да да скорее мне это нравится то есть я бы такую штуку поел если бы где-то мне предложили я бы такую шавуху съел может быть я бы тоже сказал типа не надо называть это шавуха это не шаурма не шаверма это ролл это сэндвич запеченный в лаваше что-то такое но это вкусно ну и вот этот медик кисло-сладкий там мы немножко уксуса добавляли горчичный привкус все это ну это очень гармонично действительно вот этот горчичный китчонес да скажем назовем так не горчичный майонезный соус а горчичный китчонес он очень в тему подходит и здорово в общем ребята это довольно ярко мне кажется особенно девчонкам может понравиться вот тем кто любит ананасик там все вот это попробуйте повторите можно с консервированными ананасами смело сделать не заморачиваться поджаривать свежий свежий и так можно съесть ну слушай ну даже четыре с плюсом поставлю за необычность вкуса вот за шавуху которую мы недавно готовили я поставил четыре потому что она как бы классическая шаурма и она не дотягивает до классической шаурмы это немножко в стороне стоит и она хороша сама по себе четыре с половиной балла от меня она получает в общем спасибо что посмотрели я надеюсь кто-то из вас повторит и обязательно напишет свое мнение по поводу этого рецепта сочетания вкусов и так далее я уверен что вам понравится вот и конечно я благодарю компанию юнит за предоставленный гаджет новый электрогриль серии 32 ссылка на который в описании он справился он красавчик он все поджарил и молодец мне теперь останется его только легко помыть и пользоваться дальше на сегодня все пока димасик наверняка наверняка многострадальная многострадалочка шавуха многострадалочка ну блин прикольно мне нравится ты гавайской пиццей как относишься а? нравится мне одна из любимых о кстати знаешь что сыра сюда еще добавить гауды какой-нибудь натереть а? чтобы прям тянулось точно вот это упущение